Женщина одна заказала, она все сделала, запечатала. Хозяйка меня опять озадачила, ну, вчера конкретно сказала, что в следующий выходной привезет собаку и кошек. Я говорю, как мы будем жить с собакой и кошкой? Но она моей соседке предложила, мол, ищи квартиру, раз мы не согласны. Ну, я теперь сегодня, мне дали телефон, буду звонить, искать квартиру. Ну, кошки, ладно, но собака. Ну, как с такой собакой жить, и она хочет ее на кухне? Я вообще не представляю. Я вчера ей говорю, ну, как говорю. Вот там у знакомой, вот живут же собаки целых две. Я говорю, ну, это ж их не собаки. А ты ж не одна живешь. Собака, говорю, я полпятого буду вставать. Как? Я буду бояться по квартире ходить. Ну, так. Не знаю, у меня что-то прям, я сегодня в полночь не спала. Что-то думать, думать, и думать. И сколько лет вы там живете? Ну, лет вверх. Я давно там живу, я уже привыкла, когда я была. Одна в комнате, комната большая, все. Но она хочет и чтобы и животные были, и чтобы с нас деньги брать. Но Люда уже сказала, Люда, ищи себе комнату. Но Люда вроде бы дедушку нашла, наверное, она к нему перейдет. Люда, это еще одна женщина, которая снимает. И вот не знаю, что, о чем кончится. Но я хочу так сделать. Если на мне дали вот отдел по этим, знакомая женщина, где подыскивает квартиры. И посмотрю, как стоит. Так что планируй так. А там как что получится. Все равно мы не унываем. Мы люди закаленные, ко всему привыкшие. Поэтому что теперь делать? Нет. Я надеюсь, что все будет гуд-гуд. Ну да, главное здоровье. Да. Вот я считаю. Ну вот я сегодня немножко полновалась. Потом думаю, что я волнуюсь? Зачем? Я заснула, все. А потом думаю, ну я сейчас если подыщу, ладно, пусть дороже. Ну, наверное же, этому риелтору надо платить, когда найдешь. Ну ладно, перебьюсь. Дети помогут. Ну зато я, ну я не представляю даже с собакой большой. Я просто с чужой. И тем более не комнатная, а дворовая. Не знаю. А я боюсь. Меня же в детстве гоняла за мной собака. Хотя она меня не укусила, но я с тех пор боюсь чужих собак. Ну, желаю удачи с поиском. А какое у вас идеальное жилье? То есть в какой квартире хотели бы? Нет, ну я бы хотела одна в комнате. Холодильник, диван и шкаф. Даже по телевизору. Мне сейчас он не нужен, я его почти не смотрю. Так иногда новости. Вот телефон есть и английский изучаю. И сидя, и олегами делаю, как на столе. Стол, чтобы... Вот такие условия. И недорого, чтобы. Я сейчас 12 плачу, но комната большая. Холодильничек маленький там. Телевизор на кухне, в общем, поэтому. А там. Что Господь даст? Так что, ну будем надеяться на лучшие. Это Стив. Света, Стив. Привет, Света. Привет, привет. Вы что, я ничего не поняла? Мне привезли 13 штук коллекции караван. А он мне говорит, на ваш киоск не дали коллекцию караван. А на 88-й дали. Думаю, как так? А у меня 20 штук на кладной есть, а на самом деле нету. Вот он перепутал. Это, видимо, дали мне 13, как обычно, а тебе не дали. Забыли положить, наверное. Вот представь. Вообще 20 штук. Блин, сегодня чего? Обалдеть. А и футбола нету, да, советский спорт? Ну и футбола нет, конечно. А как же? Ладно. Ладно, Светочка, давай, Стив сейчас тебе деньги завезет. Спасибо. Ага, давай, все. Силую. Помогу. Это я меняла мелочь, Стив. Завезетесь. Это я мелочь посчитала, мелочь я Валентине, там магазин она сдала, а я это, она мне поменяла их, это вот эти деньги. А, а по поводу караван? А караван вот мне не довезли. А-а-а. То есть это... В накладной написали вот 20 штук, а мне их нету в накладной. А водитель сказал, говорит, что в мой киоск дали, а в ее киоск не привезли. А-а-а. А получилось наоборот, ей привезли, а мне нет. В накладной написали. Понятно. Теперь буду выяснять, или завтра привезут. Я говорю, вот, людей теряешь. Вот так вот мы нервничаем, все переживаем. Понятно. Попашище. Добрый утро. Здравствуйте. Ну все нормально, как, все нормально, то как выживаете? Да, вот так и ничего, нормально все. Ну, слава богу. Хочется лучше, но нормально. Кто же не хочет? Да. Кто же не хочет, да. Ну, желаю хорошего дня. Спасибо огромное. Спасибо.